Всем привет, мои дорогие подписчики! Мы уже позавтракали, и я начала девочкам делать прически. Начала я с младшей, ее зовут Кристина, и она просто долго не может сидеть на месте. Ей три годика, и довольно уже длинные волосы, и стараюсь, конечно, ее заплетать. Хотя она очень не любит причесываться, но вот эта вот причесочка, которую я делаю, она очень выручает. Мне ее подсказала подруга, и можно заплести, и спокойно она может ходить день или два. Очень удобно, что волосы не лезут в глазки, и летом также удобно, не жарко. Дочка называет эту прическу короной. Сегодня ко мне подошла и говорит, мам, сделай мне корону. Поэтому вот сделала ей такую короночку, и она довольна. Следующая я буду заплетать Машу. Ей как раз семь лет, и на руках сидит братик Андрюша. Он очень любит Машеньку, постоянно просится к ней на ручки. И она такая мама-мамочка прям. Собрала волосы в косичку и оставила хвост. А это у нас Ксюшенька. Через месяц ей будет пять лет, но с волосами у нас какая-то беда. Думаю, их в том году только отрастили, она их себе обрезала. И вот сколько я помню, у нее вот всегда такая длина волос. Тоже решила ей собрать челочку в косичку. И сделаю маленький хвостик, мальвинку. Вот что у нас получилось. Андрюша тоже показывает, что он любит причесываться. Он, конечно, няшечка у нас. Ну все, всех причесали, и начинаем менять постельное белье малыша. Кристи тут как тут. Она сама себе выбирает всегда постельное белье, и всегда хочет помочь. Начали менять постельное белье у Ксюши. Тут увидела куклу Муану в памперсе. Так забавно стало. Ксюшенька тоже охотно помогает всегда. Делает как может, конечно, потом я исправляю, но главное, что есть желание помочь. И осталось поменять постельное белье у Андрюши. Собираемся уже давно переводить на обычную кроватку. И я тоже все никак не соберусь. Понимаю, что уже он может, он уже выбирается из этой, и, конечно, ему уже нужна обычная. Я думаю, что скоро будем доставать. И наведу небольшой порядок у малышей в комнате. Вчера я уже и пылесосила, пыль протирала, мыла полы, поэтому сейчас просто уберу все игрушки с пола, еще раз пропылесошу. Так что приступим. Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, все чисто, постель поменяли, можно теперь и отдохнуть. На улице у нас сейчас пасмурно, дождик. Хоть не так обидно, что сидим дома. Вспомнила я, что я не сложила вещи после стирки. Так что приступим складывать. Я недавно рассказывала, что у нас увезли пианино, мы его отдали наконец-то. И когда мы его убрали, мы вспомнили, что когда-то малыш ободрал обои. Вот, поэтому на днях муж должен заклеить их, и будет красивая стена опять. Сколько раз пытаюсь себя приучить сразу после сушки убирать вещи, но не всегда получается. Хотя тут у меня две стирки. Вчера как раз я постирала, и сегодня как раз это все высохло. И вот сразу я решила сложить, иначе потом вещи опять накопятся, потому что сегодня я опять два раза постирала. Хотя нет, не два раза, а три. Но не важно. В любом случае, если вовремя не сложить вещи, появляется огромная гора, которую очень сложно потом разобрать. Точнее, сложно решиться это все разобрать. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. В перерывах между уборкой я поставила кекс в духовку, поэтому пойдем мы теперь с детками пить чай. Всем пока-пока!